доброго время суток всем любителям путешествий и экскурсий продолжаем путешествие по нашей необъятной стране россия сегодня мы с вами побываем в удивительно прекрасном уголке нашей страны курилы всем приятного просмотра курильские острова почему япония на них претендует ельцин и горбачев были не против продажи курильских островов японии но теперь процесс свернули острова имеют важное стратегическое значение продавать из-за бесценок действительно не имеет смысла курильские острова входят в сахалинскую область они расположены между полуостровом камчатка и японским островом хоккайдо отделяя охотское море от тихого океана протяженность гряды около 1200 километров общая площадь чуть больше 10 тысяч квадратных километров всего в ее составе находится 56 островов принадлежность южных островов и турупа турашира шикотана и группа хабамая оспаривается японии которая упорно включает их в состав префектуры хоккайдо ежегодно 7 февраля в японии проводится день северных территорий публично обсуждается проблема захваченных ссср курильских островов псевдопраздник сопровождается ультраправыми митингами и антироссийскими действиями у посольства рф история освоения островов 17 век остров населяют айны куру на местном языке откуда пошло обозначение курильцы и название архипелага в разное время отряды русских казаков преодолевают пролив между камчаткой островами 18 век камчатские казаки подчиняют местные отряды айнов на курильских островах в 1719 году царь петр 1 отправил на камчатку экспедицию чтобы обследовать открытые острова 4 июня 1778 года курильские острова включены в состав иркутской губернии в 1779 году екатерина вторая своим указом освободила жителей принявших русское подданство от всех налогов и сборов буквально через четыре года императрицы подпишет манифест о принятии полуострова крымского в российскую державу за время освоения курильских островов с 18 по 19 век русские землепроходцы и промышленники не замечали там японских представителей первые встречи состоялись южнее на территории острова хоккайдо где японцы торговали сайнами таким образом мы были первыми кто освоил курильские острова и заявил о своих правах на территории курильские острова уникальный заповедник дикой природы богатый на вулканы и водопады чтобы не оставить вам никаких шансов отлынуть от путешествия и как следует дать проникнуться духом места были выбраны 10 самых шокирующих красивых точек южных курил посещение которых точно останется в вашей памяти надолго это тропа столбовская и мыс столбчатый точка входа в природу курил располагающиеся на кунашире тропа с уникальным лесом и более чем 200 растениями на пути столбовская это дорога построенные японцами еще в начале 20 века и этот участок тянется чуть больше 3 километров с тропы можно свернуть к мысу столбчатый настоящему заповеднику экструзии это вулканические породы образовавшиеся из-за медленного выдавливания и застывания лавы находящийся на острове кунашир этот водопад считается чуть ли не главной достопримечательностью курильского заповедника весной тут особенно много птиц отсюда и название почему их так много одно из объяснений кроется в особенности водопада от сильного потока воды образуется впадины где нерестятся лососевые которые служат приманкой для птиц иногда здесь бывают и медведя вулкан тятя за умилительным названием неофициального символа острова скрывается самый высокий вулкан кунашира сравнимый по красоте с везувием и фудзиям и если с первым вулканом тятю роднит разве что силы извержений то со вторым корни в переводе с японского тятя яма означает отец гора то же самое означает и чачину пури так вулкан прозвал коренной народ тайны вулкан менделеева фумарольные поля нетрудно догадаться в честь кого назван вулкан великий химик гордился бы фумаролы это отверстие расположенные на склонах и у подножий вулканов и у менделеева их особенно много отсюда и поля с годами фумаролы приобрели красивый лимонный цвет поэтому наблюдение за ними действительно стоит сложного пути продолжительностью в три километра через заросли бамбука мыс край света шаг и мат любителям теории плоской земли край света находится на острове шокотан и края горизонта здесь не увидеть зато увидеть смысл можно многое другое соседние острова и труб и кунашир открываются во всей красе а при желании можно заметить и мы шпанберга с маяком если спуститься к обрывам так вообще можно обнаружить вежбище настоящих тюленей на северо-востоке острова и труб находится жемчужина среди памятников курильской природы каскад водяных струй падающих с рекордной для дальнего востока 141 метровой высоты безопаснее всего наблюдать за водопадом как раз с яхты потому что добраться до него обычным ходом практически не представляется возможным минимальная программа для расслабленного знакомства с эту рупом посещение самого известного вулкана и его геотермальных источников когда-то здесь была электростанция которую пришлось закрыть до лучших времен теперь же неподалеку располагается целый комплекс термальных вод час езды от курильска на автомобиле и вы найдете себя на красивом песчаном пляже залива в годы второй мировой войны отсюда выходила японская авианосная эскадра для трагичной атаки на американский перл-харбор а старый военно-морской базе теперь напоминает разве что аэродром буревестник чуть ли не главная достопримечательность курил на самом деле не совсем скалы вместо твердых пород тут пористая пенза и вулканическое стекло сочетание которых оказывает на неискушенный взор абсолютно завораживающий эффект а чтобы застать тот самый белый цвет слепящий с большинства фотографий из этих мест нужно приезжать с самого утра только так можно насладиться некогда затопленной частью острова как неудивительно но одноименных бух по россии можно найти довольно много однако именно безымянные на шкатане скрытый бриллиант курил найти бухту на карте затруднительно но они знают местные жители и это не случайно в 1970-х годах именно тут снимали жизни удивительные приключения робинзона круза вот мы с вами и прогулялись по красивым местам курильских островов спасибо за просмотр всем мира и добра встретимся в следующих выпусках в следующих выпусках